Всем привет, с вами Гутика, с вами Сократ. Наконец-то вышло новое летнее обновление, которое добавило нам роль натуралиста и бандитский абонемент. Немножко плюшек про эту роль, расскажу максимально подробностей, как прокачать, как на ней заработать, что вообще она дает, какие шмотки можно получить у Гасса, какие шмотки можно получить у Греты и так далее, много-много, все расскажу. В частности, смотрите ролики, которые уже вышли, это про лук, про новый лук, естественно, про новое ружье на слона, все уже есть на канале. У микрофона Готика, Сократ, погнали! Ну и перед тем, как начать, я хочу сказать, что мне кажется, да я, в принципе, даже больше, чем уверен, что это роль, дополнение к роли коллекционера, то есть, если была роль самогонщика, это было дополнение к роли непосредственно торговца, то это своего рода коллекционер животных. Ваша основная задача, это при помощи винтовки варминт и снотворных патронов усыплять животных, собирать с них образцы и после чего сдавать их Грете. У нее вы можете получать задания. Задания на поимку легендарных животных доступны с пятого уровня, а простые обычные задания на обычных животных доступны уже и с первого уровня. До этого достаточно нажать пробел, иногда это багуется, но вы просто тыкайте пробелы и миссия запустится. Основной способ получения непосредственно опыта, их всего три в этой игре. Первое, это когда вы оживляете усыпленное животное. Делать это я настоятельно не рекомендую, потому что тоник на оживление стоит 5 долларов, а профит с этого 11 опыта. Вообще ни о чем. Это первый вариант, способ получения опыта. Второй способ прокачать эту роль за продажу образцов анализов, которые вы получаете после того, как усыпили животное. Не обязательно бегать и охотиться на какое-то конкретное животное, увидели, подстрелили, получили. С собой можно иметь до 10 анализов одного из вида конкретного животного. После чего она ставит... После чего, смотрите, заходим вот в эту походную книжечку, справочник по животным. И вы видите, что здесь стоят вот эти печати. Вот эти печати. Печати от, собственно, Гарет. Когда я соберу обитателей пустынь, вот этих четырех животных, вот этих четырех животных я соберу, так же кровь, я смогу продать этот справочник за 80 долларов. И он обнулится, как и достижение прогресс-значка, когда получаете золото. То есть вы просто нажимаете пробел, получаете 80 долларов. И заново можете сдавать всю эту кровь на каждое животное. Первое, что хочется сказать, что, по сути дела, все эти задания нужны для прокачки самой роли. Однако улучшенная сумка для оснащения позволяет иметь с собой больше предметов. Это все, конечно, здорово, но самый лучший вариант, кроме вот этой всей косметики, это улучшенная сумка для тоников. Теперь в сумку помещается еще гораздо больше тоников. То есть это очень важный момент, вы сможете с собой таскать больше, чем 30 тоников. Что касается непосредственно ее магазина, что же тут у нас есть? Значит, тут есть тоники на снижение веса и увеличение веса. Открываются они с пятого уровня, стоят тоник 150 долларов. Вы можете сразу моментально набрать вес. Также у нее есть походный лагерь, это вы сможете устанавливать прямо перед собой небольшой лагерь с костром и готовить пищу, готовить тоники, прям не заходя в свой собственный лагерь. В принципе, очень даже здорово, походный лагерь, прям нужная-нужная нам вещь. Важный момент, вот какой. Мы нажимаем на игрок, на себя, смотрим ваш вес и видим, что вес у меня средний. Получаем урон минус 3.75, расход плюс 3.75. То есть я получаю урона меньше, чем на 3.75. Для того, чтобы мне сразу поднять на максималку, то есть на минус 7.5% получать меньше демаги, мне надо выпить этот тоник за 150 долларов. Также мы можем выполнять у нее задания. Вот слухи о легендарных животных, они идут с 5 уровня. Вот у нас есть бобр и кабан, это отдельные задания. Но мы можем начать задание, начать пойманные животные. Вот таким вот образом запускается кат-сценка, и нам надо в этом задании, в отдельной сессии, где мы будут совершенно одни, спасти плененных животных. Вы также их сможете там после того, как их освободите, усыпить и, собственно, взять кровь, и задание закончится, вас перекинет в общую сессию. Вот этот интересный момент, вы получаете, кстати, также опыта роли. Таким образом вы прокачиваете до 5 уровня, после чего вы начинаете делать задания по слухам на легендарных животных, также брать с них образцы. После достижения и сбора всей коллекции легендарных животных, вы получите 600 долларов. Собственно, по уровню заработка и дохода, самое-самое низкое. Эта роль больше для души. То есть коллекционер у нас, это роль для изучения мира, то есть вы видите определенные здания, лазите по определенным красивым местам, возможно, фотографируете их, делаете скрины и так далее, так далее. А это роль для изучения мира фауны. То есть ваша основная задача, это изучить животный мир, потому что животных здесь очень-очень-очень много, абсолютно разных. И я лично думал, что это все одни олени, а это и велороги там, и самки, самцы, сидишь, потом разбираешься, кто там что и зачем это надо. Основная ваша задача, как я уже и сказал, это изучение мира животных. После чего, после того, как вы прокачаете эту роль, вы можете спокойно уже убивать и не запариваться по поводу усыпления, потому что мне кажется, бесполезная затея и трата времени. Однако в декабре я жду обновления роли охотника за головами. То есть это у нас доп. роль к миссиям коллекционера, самогонщик у нас доп. роль к миссиям торговца. И в декабре я жду доп. миссию к охотникам за головами. Доп. роль. И после выхода консоли нового поколения, уже в следующем году, нас будут ждать плюс 3 новые роли. Дополнительно, вот что хотелось бы отметить, что с выходом этого обновления, в игре существенно изменилась только лишь косметика. По факту ПВП как и страдала, так и страдает. Карт способностей никаких новых не добавили, однако в капельном обновлении еженедельно, возможно, нам будут добавлять новое оружие, новые шмотки, новых легендарных животных. Но на данный момент с выхода обновления нам добавили лишь только косметику. И трату денег на что, пока непонятно на что, на что вы можете тратить эти деньги, которые в конечном итоге нет возможности их тут полноценно отбить или заработать. Прокачиваем бандитский абонемент для косметики, прокачиваем эту роль для косметики, и плюс возможность брать с собой больше тоников. Но вот это плюс единственный. Оружие, обзор вы уже можете посмотреть на нашем канале. Ну и в целом, как-то так, друзья. Так вот, что можно купить у этого товарища? Во-первых, костюм, комплект одежды. Одежды из легендарных животных. Для этого нужна шкура легендарного животного. Будьте внимательны. Во-первых, самый важный момент, что легендарных животных сейчас, вот вы можете их обратить внимание на карте, она у вас есть в сумке, эта карта. Выглядит она следующим образом. Вот на этой карте вы можете видеть всех легендарных животных. После достижения пятого уровня натуралистов, на этой карте будут добавляться еще легендарные животные. И так, каждые пять уровней. Самый, что интересный момент. Если вы не имеете у Гасса возможность купить комплект, то есть он здесь не отображается, то есть, допустим, комплект лисы, или комплект бобра из легендарного, когда вы продадите эту одежду, ему продадите шкуру легендарного бобра, здесь вы сможете купить комплект одежды уже на легендарного бобра. Шкура легендарного волка открывается после достижения пятого уровня. Вы узнаете, где респаунится легендарный волк. Также, после пятого уровня натуралиста, вы у Гарретт сможете спокойно брать задание на легендарного животного. Там вы в задании, это выглядит как задание охотника за головами. Вам дается животное, дается какое-то задание, либо проследить за браконьерами, либо выследить его по трупам, либо по следам, по запаху, в зоне поиска и так далее. Вы можете взять его, а можете освежевать его. Сами решайте, что хотите. Каждые 45 минут реального времени задание на какое-либо легендарное животное меняется. То есть, это как у самогонщика. Так вот, полный комплект одежды. Вы можете принести сюда любую легендарную тушку, шкуру и сделать себе вот такой классный костюм. Дальше у нас идет одежда, головные уборы. Это просто головные уборы, как енотика, если вы помните. Патронташи. Патронташ. Также вот требуется шкура барана, туша оленя превосходная. Это, я напомню, трехзвездочная. Это не легендарная. Шуба медведя. Требуется превосходный мишка. Это трехзвездочный. Дальше у нас пальто и куртка. Дальше у нас есть наручи. Вот такие замечательные, превосходная кроличья шкурка. Это надо три кролика, два кролика превосходных. Дальше перчаточки. Шкура козы превосходная. Тоже у нас по цветам разная. Прикольно. Мне очень нравится. Очень нравится, как это все выглядит. Безумно красиво. Просто офигенский класс. Дальше у нас с вами идут вот такие вот штаны. Штаны. Тоже идеально так же выбираются. То есть нам помимо денег, которые требуются за вот эти штаны стоимостью 152 доллара, еще нам нужна превосходная шкура оленя-самца. Дальше у нас тут амулеты. Амулет из зуба бобра. То есть надо два зуба бобра и серьги с бирюзой. Это у нас из коллекционера. И вы получаете. Навсегда замедляет износ всего оружия на 10%. Дальше. Повышает шанс игрока получить шкуру или кожу высокого качества с превосходных животных. Навсегда повышает скорость завоевания доверия лошади. При сборе тимьяна, ползучего, душицы и мяты вы получаете в два раза больше материалов. Вот мята вообще шикарная тема. Навсегда снижает скорость расходования статусов выносливости и здоровья лошади на 10%. Снижает скорость расхода статусов. Это у нас нужно перо заснеженной цапли, рог толсторога, кольцо соник самобли. То есть это и коллекционер, и собственно натуралист. Дальше у нас тут снаряжение. Это раскраска на лук с рогами. И сумка большая лапа на лошадь. И также сумка мягкая шерсть. Но тут нужны превосходные шкуры бобра. И из боеприпасов у нас собственно нитрооружье, которое есть обзор на этом канале. Вот такой вот у нас газ. Задание у него брать нельзя. За продажу шкур вы не получаете опыт натуралиста. Ничего такого у вас не происходит. Просто вот газ, просто получаете с него именно одежду. Именно одежду. То есть чисто косметический вариант. Денег на нем не заработайте. Газ особо денег не даст вам. Но даст уникальный, эксклюзивный просто костюм. Вот как у меня сейчас и из предыдущего 19 модного приговора. Количество амулетов с собой вы можете таскать хоть все. Это значение не имеет. Однако я вот что хотел бы от себя добавить. Все-таки эта роль уже когда вы уже наигрались в игру. И она действительно не подойдет вообще никак новичкам. Прокачать основные роли. Заработайте денег, заработайте золото. Качайте бандитский абонемент. Лучше чтобы потом отбить его. Но эта роль правда, правда. Она не подойдет новичкам. И старичкам в принципе она по итогу тоже особо не зайдет. Потому что это большое-большое дрочило. Это прямо на любителя. Это вот на истинного любителя Red Dead Redemption. Кому нравится мир природы, фауны, охоты. В том виде, в котором она есть. Для того, чтобы получать ачивки, достижения, костюмы. Но никак не для того, чтобы был какой-то челлендж. Некий вызов для тех, кто хотел бы вернуться в эту игру. И что-то получить особое. Ну не знаю, не знаю. Пишите свои комментарии. Ну и конечно же отдельное спасибо Алексею Котову, Вовке СПБ, Виктору Попову, Морсу Анастасии и Gothic Next. А также другим способом, который поддерживает наш канал. Станет им всего от 49 рублей в месяц. Подписывайся на канал. Все последующие новости недели, модного приговора, стримы. Все есть у нас. И также заходите в Discord. Ссылки в описании. Ну а я с вами прощаюсь. Вот таким вот получился у нас натуралист в том виде. Оставляйте свои комментарии.